Может быть, вы что-нибудь еще скажете, какой-нибудь месседж, то, о чем я забыл спросить? Понимаете, конечно, хочется сказать, что не занимайтесь без любви телевидением. Это банально, но как вам сказать? Во-первых, телевидение – это очень страшная вещь. Телевидение – это то немногое. Поверьте, немного. Может быть, сравнимо только действительно в чистом виде деньги. Я не беру святые вещи, когда люди занимаются наукой, космонавтикой, теологией. Но как бизнес, как жестко сформулированная уже сфера и даже целый мир, телевидение – очень жесткая, мстительная история. Телевидение сжирает человека всегда всего, никогда ничего не дает взамен. И телевидение – одно из немногих направлений, которое полностью может подменить тебе реальную жизнь. Потому что жизнь в телевидении интереснее реальной жизни, полнее, серьезней, ну и вообще, да, как бы, такая штука, еще раз повторюсь, серьезная. Но, если ты все-таки занялся телевидением, первый совет тебе – найди, где ты будешь черпать энергию. Потому что, еще раз повторю, телевидение не дает энергию, оно только заберет. Заберет все. Это чтобы сразу не спиться или не сдохнуть через несколько лет профессиональным занятием. Ну, правда, большим телевидением, настоящим. Не вот это вот, когда люди идут на телевидение, не на завод же идти. Поэтому давайте мы еще немножко поработаем на таком веселом пространстве. Вот, и дальше я, ну, как сказать, знаете, вот я, одной из особенностей тоже, к счастью, и взгляда, и обоза, и всех нас, кто вышли из именно этого, этого клуба по интересам. Мы всегда растили и занимались, да, как бы, звезд. Не то, что не стеснялись, мы ставили себе эту задачу. Мало кто ставит такой задачи, обычной. Мы, то есть, не то, что не боялись, а просто вот ловили. Дайте нам сделать из вас звезду, говорили мы всем. И сделали, много сделали. Много. Мало какая компания в России может похвастаться таким количеством звезд, которые были выпущены из-под его. Ну, если не брать только молодежную редакцию, которая в целом была просто сгусток звезд тогда советского телевидения. Так вот, своим новым, юным, когда еще я работал на телевидении, юным своим подчиненным, которые хотели стать звездами, я говорил, давал несколько практических советов. Первое. Телевизионный ведущий не артист. Артист сегодня Гамлет, а завтра Хлистаков. А телевизионный ведущий выбирает, он всегда будет Гамлетом или всегда будет Хлистаковым. Ты можешь быть, как Хлистаков, поумнеть через несколько лет. Или, как Гамлет, превратиться в шута. Ну, Гамлет сошел с ума, превратился в шута. Но ты не можешь быть сегодня Хлистаковым, а завтра Гамлетом. Если ты долгую карьеру держишь. Второй совет практически. Найди себе референс. И лучше в Голливуде. Поскольку шоу-бизнес и телевидение это все-таки то братство. Какой референс? Визуальная модель? Да, визуальная модель. Просто найдите ту звезду в той роли, на которую ты хочешь быть похожим. И на которую ты уже похож. Потому что Голливуд уже все типы предложил. Если ты... Вот как мы клеили. Что такое любимого был? Абсолютно американец. Белозубая улыбка. Валауки и глаза. Нахальная морда. Высокий силуэт треугольника. Абсолютно такой янки. Все ясно. Влад. Какой-то француз. Немножко в бежевом усы. Какой-то прищур. Дима. Понятно. Зануда. Математик. Ботаник. Фрик из Силиконовой долины. Условно сейчас бы сказали. Типажей. И везде есть аналоги. И в Голливуд уже просто давно эту работу сделал. Не майся ты. Не ковыряй у себя в носу и не придумывай ничего. Посмотри внимательно все референсы. Скажи. Вот. Я хочу быть как Шон Пен в этом фильме. Я подхожу. Если ты Дима Захаров, не надо тебе быть как Шон Пеном. Потому что есть огромное количество. Ты можешь быть как, условно говоря, Джонни Депп, играющий Ботана. Ну, только не лезь тогда вот в эту историю. И посмотри. Вот так ты должен выглядеть. Вот так ты должен работать. Вот так примерно твоя история. Которая, заметьте, органично тебе. Просто ты еще зубы не добелил. Как бы чуть-чуть не подкачался. Чуть-чуть не это. Но, в принципе, ты уже заготовка. Нормально. Ну, и третье. Последнее, что говорил я всегда. Вот как... То есть, моя задача – это найти, что в вас есть интересное зрителю. Никогда не придумывай, что ты что-то такое вне себя придумаешь и будешь интересен зрителю. Моя задача, как продюсер, найти в телеведущем, что у него есть такое, что может быть интересно зрителю. Сделать это профессионально, научиться его это подавать. То, что у него уже есть. И потом мы вместе идем в эфир. Ну, взявшись за руки, как продюсер и потенциальная телезвезда. Ну, и дальше уж угадали, не угадали. Это уже судить зрителя. Спасибо. Пожалуйста.